МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ретроградный Меркурий закончился, клубничная суперлуния тоже. Сейчас период парада планет. Он-то и способен подправить все то, что натворил Меркурий. Сразу пять планет выстроятся в линию особым образом. Астрологи единогласно назвали это явление уникальным. А нам оно должно принести исполнение желаний, романтических встреч и денежное изобилие. Но на небо надейся, а сам не плашай. Мы пока подарим изобилие на дачном участке. Садовый All-Inclusive. Как быстро пропалось грядку, избавиться от слизней на участке и креативно посадить цветы, узнаем у нашего народного садовника. Здравствуйте, Ирина. Дачный участок нужен не только для бесконечного труда на грядках, но и для отдыха. Сегодня я хочу рассказать о способах улучшения своей работы в огороде, а также о том, как сэкономить время для отдыха. В огородах многие по старинке пользуются старыми инструментами, различными тяпками и мотыгами. Однако есть более современные инструменты, которые более удобны в обращении, и с помощью их можно скорее сделать работу, чтобы потом найти время на отдых. Первый инструмент, о котором я хочу рассказать, это плоскорез. Это небольшое приспособление в виде крюка с острым лезвием, которое закреплено к палке. С помощью плоскореза можно рыхлить грядки, полоть сорняки, а еще выпалывать проходы между грядками. Вот такое приспособление очень быстро срезает все ненужные сорняки. Его можно заточить при необходимости, чтобы лезвие было острым, тогда работать будет еще удобнее. Купить такое приспособление можно в любом садовом магазине, либо изготовить самостоятельно, как сделал это я. Второе приспособление, о котором я хочу рассказать, это вот такой вот корникоп. Им очень легко извлекать корни из почвы, таких злостных сорняков, как одуванчик или репей. Достаточно воткнуть корникоп около сорняка, подковырнуть корень, и он с легкостью достанется из почвы. Корникопы также продаются в магазинах, или можно их сделать самостоятельно для тех, кто умеет заниматься металлом и изготавливать различные приспособления. В этом году у многих большая проблема в огороде – это слизни. Слизни действуют ночью, они выползают из своих укрытий и уничтожают наш урожай. Они подгрызают листья у многих овощных культур и могут уничтожать также ягоды, если ветки ложатся на землю. Против слизней существуют различные химические препараты, однако их можно изловить с помощью легких приспособлений. У меня в руках обычный отрезок от трубы, они могут остаться у вас после ремонта или стройки. Если у вас нет таких труб, можно использовать обычные темные отрезанные бутылки. Вот такие приспособления нужно где-то поместить на грядке, и днем, когда яркое солнце, слизни стараются спрятаться. Именно и в такие укрытия они и будут заползать. За этим днем эти укрытия можно достать и сдавить вредителя. А еще в такие приспособления можно помещать различные приманки от слизней и грызунов. Если на улице идет дождь, отрава не будет размокать под действием влаги. Она будет находиться в таком укрытии. Также такое укрытие надежно убережет вот эту вот отраву от домашних животных. Они не смогут туда залезть и употребить ее в пищу. Задуя слизни и мыши будут на огороде погибать. Многие покупают ограждения для пионов в магазинах, ведь существует их большой выбор. Однако можно сделать ограждение из подручных материалов. Наверняка у вас остаются колышки и различные ветки после обрезки сада. Их не нужно сжигать, можно использовать их для ограждения. Возьмите 4 колышка с рогатками и вбейте их в землю, а наверх накиньте обруч сплетенный из лозы, и ограждение будет надежным. Пионы не будут разваливаться после дождя, и куст будет хорошо выглядеть и долго твести. Такое приспособление не требует никаких материальных затрат, и каждый может его изготовить, и служит таку приспособлению несколько лет. Данные садовые хитрости помогут облегчить труд на даче, и найдется время на отдых. Спасибо за внимание и до новых встреч! Ну а что ждет Европу в ближайшие дни? О синаптической ситуации на предстоящей неделе расскажет Дмитрий Рябов. В начале лета в большинстве стран Европы ожидается очень теплая погода, а в странах Западной и Южной Европы будет по летнему жарко. Но очень быстрая смена атмосферных процессов сохранит неустойчивый характер погоды. Ливни, грозы, град, порывистый ветер. Итак, в странах Центральной и Южной Европы погодные условия будут определять малоактивные атмосферные фронты, которые будут медленно смещаться с юго-запада на северо-восток. Ожидается переменная облачность. Временами будут проходить небольшие кратковременные дожди. Большая вероятность гроз. Утром ожидаются непродолжительные слабые туманы, видимость до километра. Ветер западный и юго-западный умерен. Временами пара вести. А температура воздуха в разгар дня плюс 25-30, по югу до плюс 35. В странах Западной Европы за погоду станет отвечать обширный погожий антициклон, который будет медленно смещаться с запада на восток. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. В ночные и утренние часы будут включаться непродолжительные слабые туманы, видимость до километра. Ветер южной четверти умерен, а температура воздуха днем плюс 30-35 градусов. Ненастная погода ожидается в странах Северной Европы. Здесь за нее будет отвечать активный североатлантический циклон, который будет медленно смещаться с запада на восток. Прогнозируется пасмурная погода. Временами будут проходить небольшие кратковременные осадки различной интенсивности. Под утро непродолжительные слабые туманы, видимость до километра. А температура воздуха днем плюс 12-17 градусов. Страны Восточной Европы будут находиться в поле высокого атмосферного давления, на фоне которого станут проходить малоактивные атмосферные фронты с северо-запада на юго-восток. Ожидается облачность в прояснении на погоде. Временами пройдут небольшие кратковременные осадки. Под утро будут сгущаться непродолжительные слабые туманы, видимость до километра. Ветер западный, северо-западный умерен, временами паровестный. А температура воздуха днем ожидается плюс 17-25 градусов. Справедливость вселенной начинается с гармонии в тебе. Почувствуй справедливость. Справедливость. Овсяные хлопья и кусочки темного шоколада в новом печенье «За Спартак». «За Спартак». «За Справедливость». Посетить парикмахерскую стоит 21 и 26 июня. Стрижка в эти дни делает волосы красивыми, пышными и шелковистыми. Визит к стоматологу запланируйте на 26 число. Многие люди в той или иной степени зависимы от влияния небесных тел. На следующей неделе будьте внимательны 20, 21 и 25 июня. Завершить начатое, разобраться с проблемами попробуйте 21 числа. 24 не спешите делать выводы. Тщательно проанализируйте сложившуюся ситуацию. 26 день внутренней гармонии. Все больше сил и энергии требует огород. 20 июня можно собрать созревшие плоды. Они будут хорошо храниться. 23 время для обработки почвы и посева прямо на зеленых растений. Опрыскивайте насаждения от болезней и вредителей. 24 собирайте семена, мульчируйте почву, перекапывайте и боритесь с сорняками. Снимки, которые вы присылаете в рубрику «Стоп-кадр», тоже прекрасны без всяких улучшений и фильтров. Пришло время подвести итоги. Напомню, из множества снимков мы выбрали 10. Каждому присвоили номер. Затем с помощью генератора случайных чисел определили победителя. На этой неделе приз забирает Олеся Дударева из «Барановичей». Олеся изучает психологию и иностранные языки. Но особенно любит искать самые тихие уголки нашей страны, чтобы с помощью фотоаппарата передать их простое очарование. Как и обещали призы телеканала «Зон» с логотипом ОНТ, сегодня же отправим победителю. А я приглашаю всех участвовать в нашем конкурсе «Стоп-кадр». Размещайте фото с красивыми белорусскими пейзажами, необычными природными и погодными явлениями в социальных сетях телеканала ОНТ. Не забывайте отмечать наш профиль в Инстаграм. Лучшие снимки увидит вся страна, и мы опубликуем их в ленте. Кому достанется следующий приз, узнаем через неделю. А сейчас самое время узнать у Дмитрия Рябова, какой она будет. На уходящей неделе лето сбавило темп. Стало прохладно. И эта прохлада продержится до воскресенья, обеспечивая температурный режим чуть ниже средних многолетних значений. А в воскресенье воздушные потоки повернут на юго-западные, и температура устремится вверх. Но этот всплеск жары будет непродолжительным. На следующей неделе циклонические вихри продолжат вводить прохладный и дождливый хоровод. В начале недели скажется влияние активных атмосферных фронтов Запада Европы. Двигаясь на восток, они принесут облачную с прояснениями погоду. На большую часть территории дожди. Большая вероятность гроз. Ветер южный с переходом на северо-западный, при грозах порывистый. Влажность до 90%. Ночью в понедельник от 9 по северо-западу до 19 по юго-востоку. Во вторник 9-14. В дневные часы в понедельник от 13 по северу до 30 по юго-востоку. Во вторник от 11 по Витебской области до 19 по Брестской. В середине недели также без дождя не обойдется. Погодные условия будут определять область высокого атмосферного давления и влажную воздушную массу с Балтийского моря. Ночью без осадков. Днем пройдут небольшие кратковременные дожди. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер северо-западный умеренный. Влажность до 80%. Температура воздуха ночью плюс 7-12. Днем в среду от 16 по северо-востоку до 24 по юго-западу. В начале второй половины недели погоду окажет влияние область высокого атмосферного давления, на фоне которого станут проходить малоактивные влажные атмосферные фронты. Переменная облачность. Прошумят небольшие кратковременные дожди. Возможны грозы. Ночью и утром слабый туман, ухудшающий видимость до километра. Влажность до 90%. Ветер западный умеренный при грозах порывистый. Температура ночью 9-14 в дневные часы в четверг. Плюс 14-18 в пятницу. От 13 по северо-востоку до 20 по западу. И предварительно в следующие выходные сохранится влияние атмосферных фронтов с юго-востока Европы. Ожидается преобладание переменной облачности. В субботу по юго-востоку в воскресенье почти повсеместно дожди различной интенсивности. Большая вероятность гроз и сильных ливней. Влажность до 90%. Под утро слабый туман и видимость до километра. Ветер северо-восточный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10-15. Днем в субботу от 19 по северо-востоку до 26 по юго-западу. Воскресенье 16-24. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Еще больше погоды, еще больше Дмитрия Рябова в нашем телеграм-канале. Хотите узнать прогноз на следующий день? Рябов ответит. Так называется еще одно наше место встречи. А мы увидимся ровно через неделю, чтобы не обсуждать или ругать погоду, а строить планы в соответствии с актуальным прогнозом. Мы не предсказываем, мы прогнозируем. Хорошего субботнего вечера!